Я Жанна Ермолина. Работаю над развитием платёжных и пассажирских сервисов в московском метро. Мы в Зеленограде на заводе «Микрон», где сосредоточены главные производственные мощности российской микроэлектроники. Именно здесь берёт своё начало полностью российская карта «Тройка» с отечественным чипом. Создание каждого произнова — это многоэтапный, высокотехнологичный процесс. Первый этап — производство микрочипа для карты. А здесь выращивают полностью российский чип на кремниевой пластине. На каждой такой пластине миллиарды элементов. В этом контейнеры пластины с новым российским чипом, который появится в «Тройке» в 2024 году. В новом чипе больше памяти и функциональных возможностей. Это полностью отечественный чип, который разработан и производится в Москве. На следующем этапе чип снимают с пластины и корпусируют для защиты от механических повреждений. Эта линия в МСП — первая в России линия по корпусированию микросхем КОП-модули. Теперь производство карты «Тройка» и «Чипа» на 100% локализованы в Москве. Здесь можно корпусировать чипы для любых умных карт — «Тройки», «Подорожника», «Карты Москвича» и даже для загранпаспортов. Третий этап — это производство инлеев, размеченных под будущие карты «Тройка». Здесь чип в корпусе припаивается к антеннерам. Эта операция тоже выполняется на новой производственной линейке МСП с использованием отечественных комплектующих. На четвертом этапе инлеи дополняется привычным для пассажиров дизайном карты «Тройка». Затем из заготовок карты вырубаются по заданному размеру. На финальном этапе происходит персонализация карты «Тройка». В память чипа записывается уникальный номер, который заносится в базу данных московского метро. Номер определяет весь дальнейший жизненный цикл карты. «Тройка» полностью готова к отправке в метро. «Тройка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова